Наша студия Богемия Интерактив Американскую национальную гвардию, войска в Великобритании, Австралии, Израиле и многих других странах. Так что мы работаем над боевыми симуляторами и играми с 1998 года, и в этой сфере у наших студий просто огромный опыт. Сейчас я представлю вам наш последний тайтл — Arma 2. Для нас он представляет настоящий прорыв. В Arma 2 мы держим курс на гораздо более глубокий сюжет и гораздо более реалистичный игровой мир. По сюжету игры, выдуманная нами страна, переживает трудный период. В ней уже несколько лет бушует гражданская война, вызванная напряженными отношениями между разнонаправленными общественными группами. Одна представляет прозападные настроения, она называется «Партия националистов». А другая поддерживает российскую политику. Она называется «Чидаки». Ситуация осложняется тем, что в нее вмешиваются американцы. Это вовсе не вызывает у России радужных эмоций, и она просит Америку оставить Чернорусь в покое, что через некоторое время и происходит. По ходу развития сюжета игроку придется делать много непростых решений, поскольку в Чернорусии творится настоящий бардак, и ему предстоит с ним разобраться. Эта страна находится где-то поближе от России, но реального аналога среди тамошних государств не имеет. Она расположена на побережье Зеленого моря, и на ее территории располагаются деревни, протягиваются дороги и возвышаются города. Все это выглядит очень натурально, и вы никогда не найдете два совершенно похожих друг на друга места. Модель ее ландшафта основана на реально существующей местности, только не рядом с Россией, а ближе к нашей студии в Чехии. Мы исследовали эту местность от края до края и очень детально воссоздали в игре все поселки и леса, расположенные, можно сказать, рядом с нашей работой. Это означает, что все военные действия Warman 2 развернутся на реальном ландшафте. Эта игра строится на нашем новейшем движке Real Virtuality 3. Вы спросите, что же особенного в нашем новом движке? То, сколько деталей он способен обрабатывать, и какой огромный масштаб окружения он поддерживает. Он позволяет создавать крайне детализированные нули. Как видите, земная поверхность тщательно проработана. А теперь позвольте показать вам эту игру от лица нашего искусственного интеллекта. Сейчас вы увидите, как будет вести себя наш АИ, как он будет действовать в мире игры. Сейчас вы увидите столкновение местных войск ЧДФ с русскими войсками в лесу. В нем примет участие очень много персонажей. И все, что вы сейчас увидите, чистая демонстрация поведения искусственного интеллекта в бою. Никаких скриптов, все определяется только ситуацией на этом огромном поле боя. АИ будет принимать такие решения, как вести огонь на подавление, прятаться за укрытием, высовываться из-за укрытия на короткие промежутки времени. То есть он будет использовать все те же тактики, что и игрок. Он будет оценивать пространство с точностью до сантиметра и полностью динамично ориентироваться в окружающей обстановке. Варма-2 вы сможете управлять более чем 50 разновидностями транспорта, в том числе последними российскими и американскими разработками. А также в игре будет больше 50 моделей оружия, если сложить арсенал обеих сторон конфликта. Плюс местное население Черноруси будет использовать более старые модели оружия и техники. Вот некоторые виды американской техники, которые будут доступны в игре. Причем можно будет не только вводить их, но и встать за пулемет. В танке «Аврумс» вообще можно будет исполнять роль того, кто заряжает снаряды. Все это отражено у нас в лучшем виде. Но я думаю, что вам интереснее посмотреть российскую технику в нашей игре. Это тоже полезная штука. На войне все пригодится. Сейчас я покажу вам российскую наземную и воздушную технику через редактор. Мы включим в игру профессиональный редактор миссий, с помощью которого можно будет с легкостью создать собственный сценарий военных действий. Сейчас вы увидите, как он будет прост. Вот я выбираю одну из фракций русских. Для каждой стороны будет еще несколько ответвлений, что будет отражено и в редакторе. Выбор будет огромен. Тут и БТР, и БМП-3, БМП-2, Т-90. В игре будут автобусы Граус, военные КамАЗы. В общем, выбор велик. Это наш любимый вид транспорта в студии. Мы были на военно-воздушной базе в Чехии и видели там этих красанцев. Мы даже немного полетали в них. Так что можете быть уверены, что мы воссоздали их в игре со знанием дела. У нас есть огромное множество фотографий всех элементов этой машины. Все здесь функционально. Это настоящий вертолетный симулятор, воспроизводящий множество параметров, как в реальности. Вы даже сможете воспользоваться реальной техникой экстренного приземления, если вам отобьют хвостовой винт, например. Если вы не будете исследовать этой технике, то вас закрутит, но вы все равно можете выбраться из машины живым, если наберете скорость, чтобы приземлиться, как самолет. Все это превосходно симулируется, но я бы не сказал, что постичь управление вертолетом сложно. Просто это требует практики. Добавлю, что мы усовершенствовали систему воздушного управления по отношению к первой части Арма, где на нее многие жаловались, и нам пришлось выпустить много патчей. Управление вертолетом в Арма-2 даже лучше, чем в последнем патче для первой части. Он правильно сбалансирован между симуляцией и экшеном, что и требуется для игры типа нашей. Переключиться из первого лица в третий вы сможете всегда, в любом виде транспорта. На высоком уровне сложности он может быть отключен, потому что пилот вертолета не может посмотреть на свою машину со стороны, правильно? Если вы хотите просто поиграть, пожалуйста. Но в мультиплеере можно будет отключить все эти вспомогательные средства, чтобы ни у кого не было прицела, и все стреляли только с помощью мушки или оптики, будто в реальном бою. Арма-2 будет сконцентрирована вокруг идеи командной игры. Вам не придется воевать в одиночку. Ваша команда будет состоять из четырех человек и называться Razor — лезвие. Победить вы сможете только совместными усилиями. Можно будет играть в кооперативе с другими игроками или в одиночном режиме. Для одиночной компании мы сделали все возможное, чтобы она как можно больше походила на игру с живыми людьми. Мы разработали новый интерфейс отдачи приказов, гораздо более простой в обращении, а система Team Switch позволит вам переключиться на любого из членов вашего отряда и играть за него. Также мы создали новую систему для симуляции тех ситуаций, когда бойцов ранят. Она сильно сплачивает команду, потому что, будучи серьезно раненым, вы умрете от кровопотери, если товарищ не поможет вам. Но если он подосмелит, то вынесет вас из боя на себе куда-нибудь в безопасное место и окажет вам первую помощь. Тогда вы еще можете выжить, если у вас остался шанс. Но без товарищей вы пропали в любом случае. Возникает приятное чувство сплоченности. То же самое происходит на настоящей войне. В прошлых играх вам приходилось чувствовать себя одиноким воином, но для военных симуляторов это неприемлемо. Вот такая логика. В Арма-2 вы будете переживать весь драматизм вместе с друзьями, если у вас есть возможность играть по сети или с нашими искусственными товарищами. Вы будете не только участвовать в бою, но и отвечать за все действия своей страны. За артиллерию, орудия непрямого действия, воздушные силы. Вы сможете распределять ресурсы, выбирать какую технику привлечь для того или иного сражения, покупать войска, строить бараки, чтобы увеличить контингент служащих. Также будут доступны оборонные сооружения. Если вы хотите посмотреть, как все будет работать в Арма-2, можете установить наш последний патч для первой части, версия 1.14, включающий режим Арма-Уорфер, который мы сейчас шлифуем с целью сделать его одним из ключевых элементов игры, как в одиночной, так и в сетевой компании Арма-2. Наши тестеры, когда мы дали им опробовать эту новую систему, в один голос заявили, что это дарит абсолютно новые впечатления от мультиплеера. Это революционный элемент. Он сделает из нашей игры то, что мы называем стратегию от первого лица. Вот и все, что я хотел вам показать. Субтитры создавал DimaTorzok